Всем привет, ребята! Привет, 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 привет! Я очень сильно рада вас видеть. Привет. У меня такой запрос. Мне очень хочется быть популярной, хочется быть значимой, хочется быть на телеке. Я, наверное, не знаю, как этого достичь, либо я там не иду в это предназначение. Как вот это вот перебороть? Понятно. Понятно. Ребенок, ребенок. Ну, так ты осознанно находишься в ребенке, получается, что? Тебе это нравится? Давай подумаем. Давай мозг включаем. А как можно попасть на телек? Ну, завести знакомство и как-то пробиться. Как пробиться? Ходить на тусовки, на телевидение. Первое – это говорить в этот мир. Я хочу на телек. Чуваки, есть какие-то контакты? А еще лучше, знаешь, что делать? Ты кем хочешь быть? Ведущий? Что ты хочешь делать на телеке? Ведущий. Вот мне еще нравится моделинг, фотомодель. Супер! А что на телеке фотомодели? Дай мне конкретную картинку. Что вот ты на телеке? Какой канал? Что ты там делаешь? Первый канал. Я веду какую-то передачу стильную. Я красиво выгляжу, стильно. Вот у меня идет звезда. Супер! И ты заходишь в любую коммуникацию и говоришь «Привет, я телеведущая». То есть, смотри, вот сейчас очень прикол. Вот я раньше думала, что это только один раз работает, но ни хера, блин, такой прикол просто. Когда я улетела на Бали перед плантовым скачком, я была, Саша, создатель СММ-агентства. Потом я побывала на Бали, я там начала делать медитации, записывать практики. Я приехала на след клуба 500 в Дубай, как раз после Бали. И я говорю, я такая думаю, о, буду, короче, представляться по-новому. Больше не буду представляться, что я СММ-агентство. Буду представляться, что я препод медитации. И прикинь, я даже тест делала. Я кому-то говорила, привет, я Саша, у меня СММ-агентство. Мне говорили, о, возьми контакт моего помощника, нам СММ как раз нужно. Пока. Когда я начала, говорит, я Саша, я преподаю медитации. И люди такие, вау, а расскажи, а чё, а как? Ну-ка, рассказывай, ну-ка, показывай. Я такая, ого, прикольно. И я просто начала в любой коммуникации приходить и говорить, я Саша, я преподаватель медитации. Сейчас вот я летала в Майами. И друзья, они такие, не, ни хера, всё, мы будем тебя представлять как певицу. И ты прикинь, и вот я даже с людьми на улице знакомлюсь, вот даже вот в Нью-Йорке. Я знакомлюсь с чуваком, он говорит, что ты делаешь? Я говорю, ну, у меня онлайн-курсы, а ещё я певица. Он такой, певица? А дай тебя на Спотифай. А хочу твои треки послушать. А какую ты музыку делаешь? Я говорю, ну, вот такой-то, такой-то стиль. Он такой, охереть. А знаешь вот этого чувака? И всё, понимаешь? И то есть я вижу, как реагирует мир на «Я певица», и как реагирует мир на «У меня там онлайн-курсы». И я такие, вау, певица? И поняла? И когда ты начинаешь, типа, я хочу, как корабль назовёшь, поняла? Да. И у тебя сейчас такая мысль, а кто я такая, чтобы сказать, что я телезвезда? В смысле? Ну, вот берёшь и говоришь, я телезвезда. Ну, у меня... Понимаешь, такой вопрос. Смотри, опять немножко алгоритмичное мышление, потому что на телек попасть несложно. На телек попасть очень легко. То есть реально очень легко попасть на телек. Только вопрос единственный. Ты хочешь попасть на телек как ведущая, но это просто алгоритм, это работа по найму. То есть это такая же работа по найму, причём такая, знаешь, тупенькая. Ну, поняла? Просто стоишь и разговариваешь. Платят очень мало денег, стоишь и очень много разговариваешь. Но ты же на телеке. Вот давай... А ты была на обымане? Да, 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 да. Я вот прошла тариф на богатом у тебя. Вот. Ну вот, теперь ты понимаешь. И это вот вопрос твоего самопрограммирования, да? Потому что у меня не вяжется. То есть я хочу, я хочу, типа... Даже вот мы, например, иногда разговариваем с моими друзьями. И они говорят, Саш, вот певица прикольно, но ты, например, обучение своё можешь оставлять? Я такая, блин, конечно, я буду оставлять, потому что я это люблю, потому что, смотрите, ребята, вот певица, она может заработать на стримах и может заработать на рекламе. Но рекламировать я никого не хочу, кроме Диора Шанель. Соответственно, рекламу я как певица делать не буду. Соответственно. Вот, кстати, Аня, у нас же актриса. Чего ты Аня не написала? Аня у нас на потоке была. Ну, у меня не совсем такое, как актриса. У меня идёт то, что я хочу, ну, вот быть звездой. То есть у меня спрашивают, а что ты при этом хочешь закрыть? Какие свои потребности? Вот, знаете, вот мы тоже с друзьями обсуждали недавно. Такое вот у нас общество. Я хочу стать известной. И люди говорят, о, ты закрываешь свои детские травмы, у тебя травма непринятия, у тебя травма недостатка маминой любви, у тебя вот такая-то травма. А для чего ты на самом деле, а для чего ты на самом деле хочешь это? О, ну ты так, ну ты, конечно, хочешь, наверное, это вот поэтому и поэтому. А что истинно ты хочешь закрыть? Да похрен, я хочу стать актрисой, я стану актрисой. Какая разница, какие там детские травмы, бла-бла-бла. Потому что, смотрите, люди, которые такие, я хочу стать актрисой, но я осознанно понимаю, что я закрываю свою травму нелюбви к себе и ля-ля. Блин, в смысле, ты хочешь стать актрисой? Это же жизнь, жизнь надо пробовать, поняла? Хочешь стать певицей? Попой. Хочешь стать актрисой? Ходи, сыграй в кино. Хочешь? Это все на самом деле, это все вот тоже четко. Как в дневнике самопрограммирования, как в видео про дневник самопрограммирования, да, в уроке, там четко прописано. Помнишь, что вот есть цель, и мне нужны действия, просто действия. Вот я прописала себе, да, в дневнике самопрограммирования, что четко нужны действия. И вот Аня пишет, фигня это, это так круто. У меня такая же штука была. И мы тебе, самопрограммирование круто. Да, дневник самопрограммирования топ. Вот он со мной слетал в Нью-Йорк, и он почти закончился уже, кстати. Это вообще просто, просто топ. И я вам что могу сказать? Вот смотрите, прикиньте, я исписала. Вот Аню позвал режиссер мечты на попы после обамани. Смотри, и тут вопрос такой. Хочу стать актрисой? Супер. Сейчас хочу стать известной? Окей, известной это как? Просто понимаешь, хочу там петь. Ну, то есть ты пойми, как, что ты хочешь, да? И вот это вот момент. Потому что кто такой популярный человек? Кто такой человек, у которого миллиард фанатов? Кто такой человек, тот человек, который отдает энергию, ту, которая заряжает людей вокруг? Все. Все про энергию. Вот такая вот. Вот энергетически ты вот такая. Ты к такому человеку не потянешься. Потому что кто такой популярный человек? Это человек, который отдает энергию и не боится, что у него там энергетические вампиры подсосут, что у него там начнут его энергию сжирать. Что вот я к вам выхожу, такая, какая есть. Держусь максимум, дарюсь максимум своей энергии. Ребята, забирайте. Готовы светить каждому. Люблю каждого. Люблю, хочу, чтобы каждый был богатый. Хочу, чтобы каждый был известный. Пожалуйста, давайте. Все, все вместе, гоу, погнали. У тебя пока такое, типа? Ну, наверное. Моя установка в голове. Вопрос твоего уровня энергии. Блин, на самом деле, такой это прикол. Потому что как только в нас много энергии, как только мы, и как только мы убираем эти тупые установки в своей голове, что у нас кто-то что-то может отнять, потому что энергии в тебе изобилие. И опять же, это все мышление не изобилия. Поняла? То есть, если я поделюсь яблоком сейчас с Сашей, то это значит, что я никогда в жизни больше не поем. И я потом буду голодная. И ты как хомяк такой сидишь в окружении яблок. Поняла? И сидишь. И ничего не происходит. И ты говоришь, а как стать известной? Ты начни яблоки отдавать. Как друзей найти? Как найти друзей, если у меня все просят яблоки, а я сижу вот так вот, как хомяк вокруг, обложившись яблоками, никому ни хера не отдаю. И такая, типа, а что меня никто не любит? И всех нахуй так посылаю. Яблоко? Есть люди, которые живут не в изобилии, они так четко чувствуются. Они такие вот аккуратненькие, я поняла? Вот они аккуратненькие, прям такие. А если энергия есть, ты ее раздаешь, а потом ты как выжатый лимон. Вот поэтому вы и не популярны до сих пор. Понимаете? Как только. Я очень много работала с самыми известными энергетами и пыталась понять, потому что еще у людей, знаете, что такое есть? Я выжилась, я пойду к своему энергету, он меня сейчас будет заряжать, я пойду там вот туда-сюда, мне нужно... Самый прикол, это когда вы, у вас есть раз, два, три, четыре, пять, шесть базовые, простые, элементарные вещи, которые вот опять же, на обмане мы вырабатываем. Базовые, простые, элементарные вещи, которые нас наполняют энергией. Но на самом деле энергия бесконечна. А мы почему-то опять, опять мышление, недостатка, а не мышление изобилия. У тебя мышление в изобилии. Точнее, у тебя, понимаешь, энергия в изобилии. Всегда. Ты никому ее не отдаешь. И это вот, уберите вот эту вот сопричастность к своему телу. Твое тело вообще, типа, ну это так мало всей энергии, которая есть в этом мире, которую ты можешь проводить. И вот этот момент, кто такие вообще большие люди, кто такие селебрити, люди, которые проводят, как знаешь, есть проходимость денег. Опять же, все энергия. То есть я, например, могу получить 100 миллионов и потратить 30 миллионов. То, что опять же, мы на B-мане делаем. Мы увеличиваем проходимость денег. Но, понимаешь, если ты никогда в жизни не тратила 30 миллионов, твоя проходимость денег там, вот ты тратила максимум в своей жизни, не знаю, 20 тысяч рублей или там 100 тысяч рублей, да? И ты тратила в своей жизни 100 тысяч рублей и твоя проходимость денег 100 тысяч рублей. Если ты тратила в своей жизни 30 миллионов, твоя проходимость жизни уже сразу же 30 миллионов. Все. Аня, кстати, актриса, я очень хочу с тобой поговорить, чтобы ты рассказала про B-money. Поэтому готовься. И, понимаешь, и вот это и есть задача. Научиться, вот опять, чему мы учимся на B-money? Увеличить свою проходимость энергии, увеличить свою проходимость денег. Все есть, все одна энергия, понимаешь? Угу. И твоя задача сейчас увеличивать проходимость своей энергии. Потому что ты, вот как хомяк, сейчас ощущаешься, который, который энергии своей не делится с людьми, который такой нау. Да, 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 да. Было сегодня такое. Не бойся этого, пожалуйста. У тебя энергии в изобилии, понимаешь? И находи себе вещи, которые быстренько твою энергию восполняют. То есть не вещи, которые, ой, я там лежала, я там пахала, потом выгорела, а потом я пять недель отдыхаю. Нужно жизнь свою выстраивать так, чтобы вот я всегда на высокой энергии. Я вот, ну да, я полетела. Вот я вчера, кстати, прям злющая была вечером. Мы час ждали багаж, час ждали багаж, час, багаж. Полная жесть. Я такая, блядь, я так хочу домой, я шесть часов летела, я хочу уже в кроватку, я хочу домой. Но у меня есть раз, два, три, четыре, пять, хопс, я собралась. Вот так вот, вот по такому определенному я ложусь спать. Вот так по определенному мне нужно проснуться. Вот так по определенному мне нужно вот это сделать. Вот это мне, вот так мне нужно себя повести. Вот это мне нужно. Хоп, 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 хоп. Я собралась к девяти утра огурец. понимаешь? Угу. Опра, как я хочу, как слушать тебя, как восполнять свою энергию. На Абэмане есть все инструменты, у тебя еще целый месяц есть доступ. Вот сейчас ты знаешь, просто поняла, сейчас ты знаешь, на чем фокусировать. Привет, 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 привет. Ой, всем привет, дорогие. Я как раз только с самопробы, тебе, а потом знаешь, куда я полечу? Мой бадди прилетел из Сочи, и так что он сейчас, наверное, слушает этот эфир на Тверской, и я туда вот потом поеду. О, приветики вам. Блин, я так счастлива, что все встречаются, что у вас будет выпускной, что у вас будут встречи, о май гад, это, это просто потрясающе. Ты знаешь, я сначала сегодня немножко расстроилась, что завтра я не смогу попасть на встречу с ребятами, но знаешь почему? Потому что режиссер моей мечты меня вызывает завтра на очный кастинг с одной стороны, с другой. Слушай, ну как бы вроде бы и грустно, но вроде бы и радостно. А вроде бы думаешь, ну ладно, я потом долечу. Знаешь, когда на ВМАНИ приходишь, у тебя как бы грустное становится, то, что у обычных людей это самое радостное. Ну ты поняла, да? У тебя выбор становится в жизни такой типа хорошо или очень хорошо или еще лучше, чем очень хорошо или лучше, чем очень хорошо. Да, да, да. Ты знаешь, у меня, может быть, ты следила за чатами, у меня в какой-то момент... Очень следила, ты просто без чата. Спасибо. Там у меня был момент, был шок. Вот сейчас поделюсь с ребятами, которые не были на АБАМАНИ, но очень многие истории это узнают. Короче, так как я актриса, я человек эмоциональный, очень, то есть мне вот из истерики впасть в радость и обратно, то есть это легкотня. На АБАМАНИ у меня была одна ночная истерика, знаешь, по какому поводу? Что я реву, и я не понимаю, почему. Потому что я писала о благодарности, и я настолько... столько... Это энергия, это энергия. Кстати, Аня... Я сижу, я такая, почему я плачу, почему? То есть впервые я реву от радости. Мне сначала стало страшно, потом все такие, девчонки, Аня, это нормально, это зашибись. Я такая, зашибись. То есть на АБАМАНИ, то есть я как-то, я теперь плачу, не потому что, от чего, потому что у меня есть какая-то причина, а я реально сижу такая, думаю, так, может быть, подсознание мне что-то пытается подсказать, почему я реву, и потом я понимаю, это просто потому, что жизнь классная. Да, я часто, кстати, плачу из-за того, что просто я живу, и, не знаю, я такая, знаешь, у меня есть много вот триггеров всяких разных, я, например, иногда могу просто вспоминать своих друзей. Я просто вот вспоминаю вот этот мой друг, вот этот друг, вот этот друг, вот этот друг, вот этот, и я просто начинаю плакать, и такая, потому что на самом деле я к тебе очень хотела попасть еще не на этом потоке, а на прошлом. Но на тот момент, вот, знаете, мне всегда казалось, слушайте, какие-то все время прогревы. Вот до курса мы сидели в самой жопе, у нас ничего не было, но у меня реально ничего не было. Я сижу, я отправляю тысячи заявок каждый день по семь, десять штук. У меня вроде есть менеджер, а вроде у меня ощущение, что, знаешь, я такая вот, знаешь, как вот в школе у вас один учитель, но к одним он относится, у тебя моя зайчка, а ко вторым, как вот, как двоечникам. Мне казалось, что ко мне вот такое отношение. И вот с этим состоянием я думаю, я хочу к Саше на курс, потом я понимаю, что у меня сейчас нет ни средств, срочки мне не одобряли, что-то мне не делали, ты заканчиваешь свой вебинар, я просто открываю, помню, заметки, у меня начинаются вот эти утренние страницы, вечерние. Я такая, а в смысле, ты вот сейчас, у тебя есть мечта, и ты ее только что упустила. Я прям все поставила на мере. Ни за что. Правда. Правда поставила. Ни за что я не пропущу. Вот что бы у меня не было, заболею, что угодно будет, не будет следствия, без разницы. А знаешь, что произошло? На одном из твоих прямых эфиров, когда ты устраивала 30 дней прямых эфиров, из-за этого намерения даже начали приглашать меня на съемки, и я познакомилась здесь с прекрасной девушкой Еленой, которая зарабатывает очень много, мы с ней просто разговаривали. Я сказала о том, что я актриса, я безумно хочу на АБМАНИ, потому что я понимаю, что у меня есть все для того, чтобы быть актрисой, мне просто надо мозгу немножко там поменять, и все пойдет. Я четко понимала, что это будет. Она такая, сколько тебе не хватает? Половины. Что ты думаешь? Она тебе долотенький? Она просто такая, на от души. Все. И мы сейчас на связи постоянно, на связи вот каждый раз. Я каждый раз, когда у меня какая-то победа, даже сама маленькая, я с ней делюсь, и она со мной делится. И то есть она прям, я думала, что начнется вот это, знаешь, как, то есть она мне не дала в долг, она просто дала от души. Все. Такая, и потом она мне, то есть она мне такие вещи рассказывала, как у них 5 лет назад, у нее не было денег на соль, а сейчас вот она мне фотографирует свой дом огромный, какая у нее большая семья. И для меня вот это вот до курса, до 6-го числа, я каждый день ее голосовые переслушиваю и думаю, уже офигеть, обоманья еще не начался, у меня уже в окружении такой... Вот это да, вот это да, то, что называется деньги из неожиданных источников. Да. Потому что, когда мы фокусируемся на том, что так, мне нужно вот конкретно с этого дела заработать деньги, не работает. А еще, что деньги под запрос, вот когда тебе надо, на что так конкретно? Что брать? Опять же, недавно я правда посмотрела себе правду в глаза и поняла, что помимо актрисы я очень хочу петь, очень хочу красиво петь, иметь красивое. Слушай, на самом деле все актеры, кого я знаю, они охеренные певцы и охеренные танцоры. Ну, знаешь, мне как-то... Это вместе. Да, да. А из-за того, что я 14 лет занималась хореографией, я почему-то в детстве такая, я не успею с музыкалкой, я лучше на плавание буду ходить. Вот. И в итоге, я думаю, все, хочу вот в эту студию, еду на бесплатный пробный урок, и я после этого понимаю, что я 100% возьму. Опять я смотрю на свою карту и такая, так. И чтобы ты понимала, мне в этот момент пишет девочка, а ты актриса, а ты мне можешь подсказать, как мне стать актрисой? Ты консультацию продала? Ровно за ту же сумму, которая... То есть, они вот, знаешь, они деньги, они даже у меня не задержались, я только получила. Так это и есть пропускная, поняла? Ань, ты вот обэмани, опять же даже, да, люди спрашивают, как увеличить пропускную способность, да, как увеличить емкость. Вот ты на обэмани даже, то, что ты, на этот курс пошла, как сильно ты увеличила свою вообще емкость, да, отдать столько денег в новую сумму, за обучение, непонятно, как это вообще. Я тоже там... Себя выбрала. Себя выбрала. И у тебя пропускная способность, вот оно на примере, как оно и работает, и с энергией, да, то же самое, деньги, та же самая энергия. Ты увеличиваешь, и оно все круче и круче работает. Ну, ты супер на высокой энергии, у тебя сейчас прям все прет. Я прям это так сильно чувствую, это так круто, и продолжай это, и ты людьми себя очень четко меня окружаешь. Ты вот прям молодец в этом плане. Ты прям очень... Ну, блин, на ВМАНе там сложно, да, окружить себя. Да, ну, потому что, опять же таки, у меня все-таки были в окружении актеры, которые примерно были на таком же уровне, что у них нет съемок, у них нет этого, у них нет этого. Как только, если я понимаю, что у меня что-то не так, я просто, реально, ребят, одно из средств, да, дневник самопрограммирования, да, здравствуйте, мой родной, тут же половина из списана, пошли помедитировали, пошли это, и еще одно действенное средство, вы зашли в чат об ИМАНе и просто начали читать. Потому что там нет рекламы, там нет грязи, там нет чего-то такого, там добро, позитив, результаты, как у всех, и нет зависти. Вот я смотрю, кто-то поехал в Сочи, кто-то поехал на Бали, кто-то там купил шикарную себе сумку, ей подарил мужик, и благодаря вот твоей философии, я смотрю, девочке подарили сумку Дёре, такая, офигеть, значит, это в моем поле, это в моем поле, да, я могу тоже, и сама купить, и мне могут подарить, ого, это же какие у меня будут, отношения там с парнем, это какой у меня парень-то, а какие у меня, значит, может быть, друзья, а может быть, это так здорово. Насколько я этого прямо сейчас уже достойна, прямо сейчас в моменте. А сейчас самый акробатический номер. Как только я написала 70 пунктов, почему я достойна сниматься в главных ролях, на следующий же день всё. Вот теперь, чтобы ты понимала, у меня нет такого, даже если мне говорят нет, они такие, они вот знаешь, как говорят нет, они с таким сожалению говорят нет, то есть теперь единственная причина, в основном, если действительно, внимание, если я действительно на эти проекты хочу, и я в них подаюсь, то есть есть такие, которые, знаешь, до кучи, да, лишь бы опыт иметь, а те, которые я хочу, как правило, даже если они мне говорят нет, знаешь, почему чаще всего говорят нет? потому что уже есть люди на главных ролях, а я, допустим, на эпизоде, они говорят, вы по энергетике, вы просто вышибаете, ну, типа, там не поймут тогда, кто главный герой, значит, это то самое, когда надо расстроиться, а вроде, что за фигня, значит, мои главные роли, значит, мои главные роли, ни разу не продавала, ни разу не продавала консультации, первая наша встреча с девочками на обымание, я просто рассказала, что я вот актриса, о чем я мечтаю, я не сказала, где я снималась, ни в каких проектах, ни с кем я работаю, ни что у меня есть продюсеры, что-то еще, они такие, сколько стоит? А я не знаю, сколько стоит, вот, ну, сейчас у меня максимально, это вот для таких, вот, знаешь, которые уже, у них театральное образование, и все есть, и все есть, они тупо вот не знают, как это сделать, с точки зрения, не имеют продюсеров, допустим, как я, и вот тут, очень многие актеры просто не могут сниматься в главных ролях, потому что они себе не могут здесь этого позволить башкой, и они просто, у них финансовое мышление настроено так, что, ну, за главные роли нормальные деньги, они не готовы к ним, они их боятся, поэтому они их не получают, и когда вот до меня это дошло, я помню, я орала на всю комнату, реально, это все, что вас устанавливает, но вы ищете в себе недостатки, вы думаете, что это... А вы ищете в себе, знаешь, как все говорят, нужны же действия, мне нужны какие-то конкретные, нужно пахать, нужно там, нужно херачить, нужно там, а ты говоришь, чуваки, нет, дело в мышлении в твоем, ты себе не разрешаешь, ты считаешь, что ты недостоин прямо сейчас. у меня все время, каждый день, что я делаю для того, чтобы продвигать себя в кино, кастинги, работа с менеджером, никто, никто это... Ой, можно я отдельно тебе спасибо скажу за медитацию, потому что я такой музыкальный человек, и меня так всю жизнь бесилили эти медитации, которые даже платные, но я слышу, что это дорожка с Ютьюба, скаченная, да, красиво записан текст, да, там все, что нужно, состояние погружения есть, но когда, даже вот та же самая медитация рода, когда ты понимаешь, что там такой эффект пошел, вот это вот все так разобрано, я представлю, сколько это вот так вот дорожек сделано, такой эффект такой, я сижу, и у меня в какой-то момент медитация, я восхищение испытываю, просто... Я когда свою первую песню писала, знаешь, где мы на музыку вдохновлялись, на медитациях моих, то есть у нас настолько там профи просто музыкальные ряды, да, все вот это устроено, насколько профессионально, что я на свои песни вдохновляюсь на своих медитациях. А я не удивлена, потому что я в какой-то момент Flow и вот Somebody Else, я как-то... Что же было? А, я когда монтировала видеорезультат, я его зачем-то замедлила, и если это слушать замедленно, это не отличишь от тех мелодий, которые у тебя есть в приложении, я подумаю, что у тебя есть такая стратегия, это просто таким образом. Вот, а я сказала, что это скрытная стратегия. Ну вот, мы разоблачили, так сказать. так вот, да, да,